Сегодня можно говорить, что в Сирии уже работает мирный план, согласованный в Мюнхене и поддержанный президентами России и США. Обращения от представителей оппозиции, которые согласны с предложениями, стекаются в специальный центр по примирению противоборствующих сторон. Он создан нашим Минобороны и, как сегодня заявили в ведомстве, к мирному процессу уже присоединилось более десятка группировок. Продолжается воздушная поддержка антитеррористической операции и доставка гуманитарных грузов. Всю последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Ивана Прозорова. Он выходит на прямую связь. Иван, вам слово. Да, Елена, стало известно, что подавляющее число офицеров, которые входят в координационный центр, имеют опыт миротворческой деятельности, в том числе и под эгидой ООН. И они уже приступили к работе. Это более 50 человек. Они возглавляют и работают в пяти функциональных подразделениях, которые занимаются различными вопросами. Это и анализы, и планирование, и ведение переговоров, и гуманитарные вопросы, и вопросы информационной поддержки. Последнее особенно важно, поскольку группировки, заинтересованные в прекращении огня, должны иметь возможность напрямую как можно быстрее связаться с координационным центром. Для этого работает единый телефонный номер и электронная почта, куда принимаются заявки. В Минобороны сообщили, что сирийские СМИ, радио, телевидение транслируют практически круглый день эти контакты, распространяются смс-рассылки, но используются и другие средства информирования. И первые результаты этой деятельности уже есть. Центр имеет уже более десятка обращений с конкретных мест, и сейчас российскими именно случаями ведется активная работа. На данной карте синим цветом вы видите районы, откуда поступают обращения о прекращении огня и примирении. Эти районы расположены в различных провинциях на территории Сирии, как вы видите на данном слайде. Сотрудниками центра уже ведется работа с представителями группировок в различных населенных пунктах провинций Хама, Холмс, Латакия, Дамаск и Дыра. Одним из результатов этой работы является подписание заявочных листов на примирение, как это в частности произошло в населенном пункте Джавалип, провинция Холмс. Кроме того, документы о перемирии подписаны и в гордых районах провинции Латакия. В Минобороны подчеркнули, что работа центра – это не только прием заявок, хотя изучать их приходится особенно тщательно, чтобы избежать провокаций. Это и работа в поле, в тех самых районах, и, собственно, там, где уже действует перемирие. С помощью сотрудников координационного центра организована доставка предметов первой необходимости, но в основном это, конечно, продукты и медикаменты. Но, кроме того, в центре занимаются вопросом возможного возвращения беженцев из других районов и стран, людей, которые покинули эти опасные районы. Впрочем, прекращение огня, как выяснилось, приветствует далеко не все. Сразу хочу подчеркнуть, что достижения российско-американских договоренностей устраивает далеко не всех. Особенно на севере Сирии, где с территории Турции продолжаются обстрелы, крупнокалиберные артерии сирийских приграничных населенных пунктов. Хочу обратить ваше внимание, что избирательная слепота этих фактов международными правозащитными организациями и ведущими западными средствами информации вызывает серьезное удивление, если не сказать больше. Перед вами на экране очередные доказательства этих обстрелов. Вы видите, как с территории Турции, с крупнокалиберной артиллерией, обстреливаются приграничные населенные пункты Сирийской Арабской Республики. Вместо того, чтобы голословно обвинять нас в неизбирательности наших ударов, призываем Amnesty International, Human Rights Watch, врачи без границ и другие организации дать свою официальную оценку этим преступным действиям турецких вооруженных сил. Что же касается российско-американских договоренностей, в Минобороны также прокомментировали и взаимодействие непосредственно с американскими партнерами. По словам Игоря Коношенкова, активный контакт пока не налажен. Вчера военному атташе при посольстве США в Москве были официально переданы все контактные данные горячей линии, это основной резервный канал, как это было предусмотрено российско-американскими соглашениями о прекращении огня в Сирии. Прошли сутки, пока никаких ответных данных мы не получили от наших партнеров. Мы обратили внимание на сообщения в средствах массоинформации, а якобы разработки нашим американским партнерам каких-то планов под условными номинованиями «Б» и других букв алфавитов. Сразу скажу, мы настроены и более того приступили к конкретной и непростой практической работе по примирению на территории Сирийской Арабской Республики. Рассчитываем, что и наши американские партнеры вместо букв и слов как можно скорее перейдут к конкретным делам. Конкретные результаты работы, по словам Игоря Коношенкова, стали заметны и на российской авиабазе «Хмеймим». Интенсивность ударов российских ВКС существенно снизилась за последние двое суток. И прежде всего это касается районов, где идут переговоры о перемирии, или они только начинаются. Но особенно в Воронном ведомстве подчеркнули, что российско-американские договоренности не распространяются на группировки, которые признаны совбезом ООН террористическими. Это касается и запрещенных в России ИГИЛ и Джабхат Анносра. Удары по ним продолжаются в прежнем режиме. Алло, Елена. Спасибо. Последние данные из Минобороны в прямом эфире сообщил наш корреспондент Иван Прозоров.